Здравствуйте, уважаемые представители Знака Водолей! Давайте посмотрим, что вас ждёт в декабре 2017 года. Нынче мы с вами коротко так пройдёмся по основным событиям, так как более подробно, как раньше, расклад я это делать не могу в силу своей занятости. Я сейчас готовлю любовный годовой гороскоп на 2018 год, общий прогноз на 2018 год по схеме 12 домов гороскопа, то есть дел выше крыши, и я, честно говоря, просто уже не успеваю. Поэтому не обижайтесь, что не могу более подробно рассказать про декабрь. Так, давайте смотреть, что у нас получилось. Первая позиция – любовная сфера. Здесь у нас выпал Паш Пентакли. Что здесь можно сказать? Для свободных. Возможно, у вас знакомство, появление нового поклонника. Он будет, конечно, очень практичный, без каких-то романтических изысков. Но забота и вас окружит просто со всех сторон. Плоть до того, что узнает все ваши вкусы, пристрастия, и будет стараться, чтобы вам было комфортно. Ну, это товарищ земной. Так что не требуйте от него большего. А может, просто вы встретите молодого, интересного товарища, и сами будете стараться ему понравиться. Почему бы и нет? Для пар семейных карта может предвещать укрепление существующей уже у вас связи. Так что вряд ли в декабре вы будете ссориться или конфликтовать. Если даже что-то у вас и были, какие-то раньше намёки на ссору или конфликт, то вы помиритесь, и декабрь у вас должен пройти спокойно. Для тех пар, которые ещё не в браке, может возникнуть разговор в декабре, а не перейти ли нам на более тесные и серьёзные отношения. Ну, ещё что может быть? Может быть, какая-то новость, какой-то сюрприз. Но это касается всех абсолютно представителей знака водолей. Так что всё нормальненько. Идём дальше. В сфере работы бизнеса выпала пятёрка чаш. Ну, с виду карта грустненькая вроде бы. Как он там человек что-то совсем ушёл в себя. Печаль на него какая-то навалилась. Но не всё так плохо. Просто, может быть, вам в декабре не захочется работать. Но не будет настроения рабочего, и всё тут. Или голова будет занята какими-то другими делами и мыслями. Может, вы о любви будете думать. Поэтому вам будет абсолютно не до работы. А может, кого-то перестанет устраивать такая работа. Недовольство на вас навалится. И это не так, и то не эдак. Но главное, вы не торопитесь в декабре с увольнением. Может, это просто временное у вас такое состояние. Бывает, что и накатывается действительно. А пройдёт какой-то промежуток времени, и вы поймёте, что вы зря грустили. И есть абсолютно много возможностей улучшить вашу ситуацию. И вообще не всё так плохо у вас с работой и бизнесом. Поэтому без каких-либо резких движений. Также, может, у кого-то вылезут недочёты, какие-то ошибки из прошлого. И придётся погрузиться во все эти дела и исправлять их. И, конечно, вам это доставит неприятные моменты. Ну, что делать? За ошибки тоже надо отвечать. Но это решаемо, согласитесь. Вот так вот как-то. В общем, всё в ваших руках. И особо вы в этой сфере не беспокойтесь. Идём дальше. Финансовая сфера здесь выпала шестёрочка чаш. Очень приятная, такая ласковая карта. Она может предвещать вам возврат старых долгов. Причём с процентами. Может, даже очень-очень старых, которых вы уже и не ждали. Разрешение также может обещать каких-то долго тянувшихся финансовых конфликтов, на что вы уже и не надеялись. Может, материальную помощь вам кто-то денежку подарит в конвертике из родных и близких. Или вы кому-то денежку подарите. Есть такая вероятность, что ваш бывший партнёр, бывший муж точнее, вдруг расщедрится и к новому году вернёт вам все-все долги по элементам. Ещё и сверху положит. Вот такая на него щедрота вдруг навалится. И будет для вас это большой сюрприз. В общем, карта без печали. Давайте перейдём к следующей. В четвёртой позиции у нас выпала карта суд. Эту позицию я назвала новогодний сюрприз. То есть на вас свалится неожиданно совершенно сногсшибательный какой-то сюрприз. Или перед Новым годом, или в Новый год. Вот давайте сейчас мы и посмотрим, что вам суд предвещает. Ну вот, на мой взгляд, вы вполне можете найти какую-то потерянную вещь. Давно-давно потерянную. И она вам была очень даже дорога. И вы уже и не надеялись её найти. И вдруг находите. Или в вашей жизни появляется человек, которого вы когда-то неожиданно потеряли. Потеряли контакты с ним. В общем, всю связь. И никак их не могли найти. И тут вдруг человек находит вас сам. Или вы узнаёте о нём от кого-то. Ну, что ещё? Возможно, кому-то поступит звонок из прошлого. Из далёкого-далёкого прошлого. От кого-то. И для вас это будет просто шок. Потому что вы уже забыли об этом человеке. И вот, здрасте. Как говорится, я ваша тётя. Вот такие сюрпризы новогодние вас могут ожидать. Ну что ж, дорогие мои водолеи. В любом случае, я желаю вам в декабре только приятных событий. Успешной подготовки к Новому году. Разрешение всех конфликтов, если они у вас есть. Решение всех материальных затруднений, если они у вас есть. Чтобы уж встретить Новый год с лёгким сердцем и с отличным настроением. Счастья вам и любви, дорогие мои. И до новых встреч!